Человек это такое создание, которое очень легко превращается в негодяя, в негодника и вообще в кого угодно. Одной из причин превращения человека в одного из таких неуважаемых существ является именно то, что он много начинает говорить «ты должен», «он должен», «вы должны». А человек, в первую очередь, чтобы оставаться человеком, он должен делать всё то, чтобы люди, смотря на него, брали с него пример. И вот эта грань, которая расплывчата, которую увидит любой человек, но не увидит перевоплощённый в чего-то, в кого-то. Вот такая вот мыслишка, вот такая вот мысль появилась у меня в голове. А, братуха, приятнейшего кураедения, как говорится. Имей в виду, мимо не прошла эта атмосфера. Я увидел, там, зум включил, туда-сюда, жесть, вот и на изменах конкретных. Сделал, да, забудь, да вот это же, я не знаю, жесть, перепуганный какой-то. Не, братуха, я не говорю её немой, я просто спросил. Я-то просто грязь, я как бы к грязи как отношусь? Грязь это на джаз, а земля, там, пыль, там, это всё, она же не грязь, я даже не парюсь на такие вещи. Чисто это так, да, все люди разные, у всех свои тараканы. Так вот самое кайфовое состояние у меня бывает, чем в одежде, там, в рубашке, в одежде находиться. Я люблю независимо, там разницы нету. Когда ты на природе или на море, там, разницы нету, ты в каких-нибудь, там, шортах, и всё, шорты и босиком. А тебе, там, от ветра на теле и земля, там, и ракушки, там, могут быть, и ветки, могут быть, там где-то прошёл, поцарапался, весь, там, испотевший по миллион раз потел, да. Это такое самое же свободное, такое кайфовое состояние у меня. Сегодня в городе столько девочек, я тебе скажу, это просто глаза, же, глаза могут отвалиться. Здесь как раз соседи тоже были, взрослые, там, пенсионеры, такой коллектив здесь на пятачке, короче, организовался 5-7 человек. Я тебе говорю, это вообще, короче, здесь весело, провели денёк, погода такая жаркая, чёткая. Сейчас я с твоего разрешения, брат, откланиваюсь. Всё, брат, было в жизни, и лопухами, и камнями, там, и ракушками, чем только не было. Надо быть диким, диким внутри и снаружи, брат, всегда. И не забывать, что мы просто из диких племён, же, дикие племенные, же, бля, жеребцы, блин. Братухи. Бомбовая погода, пока в тени, же, на пятачок тоже расселся, я здесь наблюдаю, короче, за телодвижением, машинодвижением. Ну, сейчас как солнце, короче, больше станет, уже пекло здесь будет, я уверен. Если 10 часов, тут уже норма так же, как у вас обстановка, братки? Мужики, прошёл этот, краб прошёл, короче, походняк был вообще на высоте. Честно говоря, со спины хотел его сфоткать, как обычно, со спины пошпён. И не удалась, короче, моя попытка. 0-1, короче, счёт краба записываем. Мужики, салам алейкум. Чё-то непорядок, с утра непорядок. Суббота, спят все, дрыхнут все, я не знаю. Вообще это, честно говоря, как-то несправедливо, это весь город на ногах. Они тоже весь бесконтрольно здесь шуркаются, задания вы им не дали. И они тоже, вот, бедолаги, постоянно заходят. Чё, когда, говорят, люди станут, нам дадут задание, план действия на день. Короче, сейчас они в таком же, в рандомном порядке, короче, бродят. Так что, братка, мимо никого не оставляю. Кто проехал, кто заехал, кто, что, где, когда. Валейкум, салам, валейкум, салам, братва, бродяги. Я на сутках, пацаны, вторые сутки, короче, работаю. Крупный объект, крупный объект, пацаны. Времени нету, короче. На раскачку времени нет, брат, ты же знаешь. В душе нормально, нормально, вот, услышал голос, сразу видно. Не потускнел, не сдался. Так что, брат, очень рад был слышать. Так что только вперед и не шагу назад, как говорится. Ничего, выпей мы с тобой ещё по кофе, по кофе, правда, короче. Так что, братка, уже вторые сутки я не сплю нормально. Пацан с работы купил самокат. Довольный, говорит, 35-30 стоит там. Что-то за 22, по-моему, он взял. 22 или 25 он его купил. В состоянии, говорит, новое, туда-сюда. Ну, я так покатался. Тут такого уж сказать, что прям вау, мау, кайф там. Хороший самокат, но ничего особенного. Я видел лучший, мощнее, серьёзнее. Самокат вообще такой транспорт небезопасный. Велосипед намного безопаснее. Они отрывают, ну, вот эти кочки, мочки, где-то бордюр. Что-то можешь нормально переломаться. Три часа ночи, натуре, ты что не спишь? Завтра потом опять тяжело же будет вставать на работу. И ты завтра выходной какой-то берёшь. Что-то ты уверенно газуешь, брат. Вчера разогнался на этом самокате, короче. И этот бордюр был такой высокий. Я его, конечно, не увидел. И прикинь, я его в последний момент по тормозам, короче, спрыгнул с этого самоката. Кисть тоже, короче, не сломал, блядь. Здесь такая дурная вещь, отмечая. Ну, нафиг этот самокат. На велосипеде как-то безопаснее, по-моему. Эй, ахай, тормози, да, эй. Чаха, нажми, чаха. Через час сделай, да, брат. Я дорогу уже наизусть, я знаю, здесь по твоим фоткам, брат. Мне даже туда ехать уже не надо. На фотке белая приора. Номера плохо видно, видно, брат. Догони его. И номера четко сфоткай. Там же учитывать тоже надо. Это он говорит, за шесть бумаг взяли, за полтора там продают. Абсолютно тоже нет. Они перекупы. Россия тоже, зная это, на дагестанский рынок, они тоже подняли их. Продают за миллион триста. Они за миллион пятьсот продают. Это тоже учитывать надо. Именно на них же, что они там суют тоже. Я думаю, не стоит думать. Короче, братухи, салам алейкум. Короче, я здесь в городе старший. Под себя, короче, я подмял этот город, жесть. Этот город будет, блядь, жить моими мыслями, жесть. Смотри, сколько новостей, сколько движений здесь понастроили. Здесь, блядь, что хочешь, оказывается, есть. Что хочешь абсолютно. Вот здесь даже вывеска какая-то. Да, на марке. Тоже лысый стоит, жесть. Тоже, походу, собирает лысых, жесть. Здесь, походу, фетиш какой-то. Так что, братцы, будьте осторожны. Я предупредил. Мое дело предупредить, братуха. Первый раз вижу человека, который, ездя на Мерсе, мечтает о Камре. Братуха, чё-то мир перевернулся, мне кажется. Возвращайся, брат, к нам. Возвращайся к нам, братуха. Просто, братуха, я не мог мимо проехать. Показал вам, где я живу, с кем я живу. И как обстановка, короче, на нашей территории. Алла-малайкум, братка. Нормально ты, нормально спишь, я тебе скажу. Я тоже вот... В школу, короче, прошёл. Мелкого заберу сейчас. Мелкого, посмотри, чё он там. Отучился, вот, сегодня 4 урока. Вот такая суета, как сегодня. Солнце так тепло, но вот ветер, как есть. Нормальный ветер есть. Не холодный, но всё равно неприятный. Как-то так, братуха. Салам-малайкум. Очень, очень был рад услышать ваши пожелания, ваши советы, ваши напутствия. Ваши предостережения. Всё, брат, записал и вникаю в каждую строчку. И самое главное, был очень рад слышать, как говорится, ваши голоса. Это постоянно лезет, да, нормально разговаривать. Как говорится. Что за как говорится, блин? Ахренеть, залезла она тоже в мой словарный запас. Короче, всё от души, братцы. Братухи, чё, братцы? Братец Баджаранги, есть здесь кто-нибудь из вас? Что за братухи? Эй, короче, заходит это, Гасан, твой друг, жесть, хажи. И он говорит, салам-малайкум, говорит, братья мусульмане, жесть, и салам я ему даю. И вот делаете вот так, как бы салам, и потом вот так, как-то, вот руки ставятся вот на эту позицию. Ну, типа, такой же есть модный салам. Я такой раз, чувствую запах, жесть, я говорю, хажи, ты бухой, что ли? А он же такой, он, у него там, вот, у стаза он ходит, мечет ходит, да, там, как бы не было. И на такой это, я говорю, он говорит, да, да, чуть-чуть выспел, говорит, микробов убить, жесть. Я говорю, нормально ты, я говорю, везде, говорю, успеваешь, всё успеваешь охватить. Я говорю, и религию знаешь лучше всех, и ходишь в мечеть, там, без остановки, и у стаза, жесть, там, в суете бываешь, короче. Я говорю, ты, ну, надо, говорит, микробов, говорит, убивать, иногда, жесть, мочит, тем более, первый день на работу вышел. Ну, такой жесть, жесть, я думаю, на угарах, жесть, такой, на ураганах, пацан, жесть. Тякинты, я тебе скажу, вообще, лыком, не лыком сшитые, жесть. Иметь друзей не лыком сшитыми, это очень, ну, о многом говорит брат. Так что, дель хаб, дель хаб.